прощание с русским языком в украине людям стыдно говорить по-русски в общественных местах потому что после бучи это язык убийц как договариваются диктаторы готовы ли был бы путин заплатить миллиарды миллиарды если может быть не 10 не более того за букет цветов в аэропорту давайте будем реалистами он заплатил за конкретные политические согласия со стороны лукашенко что дорожает в россии реально люди зубы на полку достают потому что все стало дороже на 30 40 50 процентов плюсом и овощи и фрукты и рыба и мясо российская авиация в поисках оригинальных запчастей к самолетам вы не можете допустим заказать какую-то запчасть и например выкинуть ее там на помойку или списать ее там куда-то она обязательно должна вернуться производитель владимир путин и сергей шойгу намерены увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек министр обороны предложил повысить предельный возраст призыва в армию для срочников до 30 лет посреди войны против украины в россии объявлена масштабная реформа вооруженных сил зачем это путину и шойгу владимир зеленский выступил в конгрессе сша и встретился в белом доме с президентом джо байдена новый военный пакет помощи украине основной его элемент зенита ракетный комплекс патриот американцы продолжат вместе со своими союзниками оказывать поддержку украине на протяжении любого необходимого периода времени до вывода российских войск с ее территории это главные темы программы грани времени мы подводим итоги 51 недели 22 года меня зовут мумин шакиров мы начинаем не забудьте ставить лайки вы расширяете нашу аудиторию на youtube канале радио свобода война идет уже больше трехсот дней как изменилась жизнь украинских городов и сел и как в них живут люди легко увидеть в новостных блоках сотен телевизионных каналов по всему миру и на платформах различных соц сетей это картины насилия смерти горя и разрушений в режиме постоянной тревоги и опасности находится и столица киев который подвергается ракетно бомбовым ударом с первого дня войны но несмотря на постоянные обстрелы город живет люди трудятся ходят на работу и готовится к новогодним праздникам о том как сейчас жить в трехмиллионной столице где из-за ударов ракетами и дронами происходит постоянные перебои со светом и теплом мы поговорим с киевским политическим журналистом матвеем гонопольским матвей здравствуйте насколько безопасно сейчас жить и работать в киеве спускаетесь ли в бомбоубежище когда начинается тревога ну понимаете как украинцы не смирились с этой войной с войной невозможно смириться украинцы приняли эту войну это значит что они окружили себя значит вот стоит газовая плиточка если не будет газа под стоят фонарики пауэрбэнки если не будет света вот стоит генератор хотя он дорогой и так сказать да есть обязательно какой-то друг в селе в деревне где можно топить дровами у тебя обязательно документы лежат на виду для того чтобы если вдруг что ты хватаешь первую очередь документы все материальное я бы так сказал потеряла свой смысл стало не актуальным потому что мы показываем сюжеты брошенных квартир и так далее все понимают цену человеческой жизни твоей жизни жизни детей люди ходят по городу люди идут на работу когда воздушная тревога закрываются все магазины лговые центры часто они закрыты потому что нет света поэтому и так бывает что касается меня то я человек ленивый моей дочери она поставила она в Америке у нее приложение вот эта тревога украинская она мне звонит у меня ночь выключил звук этого приложения она говорит папа воздушная тревога я говорю хорошо давай подождем она говорит ну не жди но если ракета подает попадет я говорю слушай но они не в этот момент за окном бабах я говорю все вот теплые страны вот куртка вот два цвитера вот документы я иду в подземный гараж мы живем нормальная жизнь потому что нет людей которые залуются потому что у всех четкое понимание то в нескольких сотах как сказать правильно несколько сот километров от киева находится например бахмут и там солдаты жизни отдают за то чтобы я хотя бы четыре часа в день имел свет поэтому все заткнулись поняли что происходит и говорят волшебные фразы без света но без вас имеется ввиду русских без газа но без вас без воды но без вас и это чистая правда и когда война закончится жизнь нормальная но без вас самым широком смысле этого слова войну в украине вы встретили в киеве российская армия быстро подошла городу и даже взяла его в полукольцо каково это жизнь с ощущением что тебя окружает войска агрессор ну скажем так они меня окружали буквально потому что я оказался у себя на даче и я думал что как то ну мы же не знаем как будет война да но оказалось что это то самое житомирское шоссе по которому наступали русские войска и мы действительно я оказался на даче в полной изоляции как и все остальные в этом поселке без ничего без связи без электричества без газа без тепла без ничего это очень странное ощущение находиться при войне но понимаете мы опять же мы это дело приняли мы быстро сорганизовались у меня оказался бейсмент подвал куда набилось 25 человек спали на каких-то рогожах в общем над нами летали ракеты оказалось что с одной стороны находятся украинские войска с другой стороны этого поселка находятся российские войска но потом зсу вооруженные силы украины смогли нас эвакуировать и мы выехали во львов ну конечно ощущения были невероятные дай боже чтобы я их больше не испытывал но понимаете это невозможно передать словами лучше посмотреть разбомбленные дома которые кстати в этом поселке тоже туда попадали ракеты то ли сбитые то ли как-то неправильно летевшие одного человека который вышел из моего дома прогулять собачку как только он вышел в него попал какой-то осколок он страшно закричал мы подумали что его убили и простите кровь шла из ноги но все было в порядке мы его перебинтовали но знаете как вот наверное опять же человек не ко всему привыкает а человек потому он и человек что он быстро адаптируется быстро ориентируется поэтому вот знаете как ну если не прямое попадание то ты выживаешь но мне об этом об этих перипетиях стыдно вспоминать потому что я журналист и я веду ежевечернюю программу телевизионную в которой показываю бахмут например понимаете и наших солдат украинских которые ночуют в окопах полу наполненных водой которым невероятно тяжело поэтому что меня спрашивать лучше их спросить когда закончится война матвей среди разных российских публицистов все чаще звучат фразы что по-настоящему мы не знали своего глубинного народа и такой поворот в сторону фашизации населения стал полной неожиданностью для многих экспертов как лично вы переживаете эту трансформацию россиян поддерживающих войну вы же прожили в россии много лет общество российское разнообразное но она она не стала собственно общество это население это граждане то есть чем отличается население от общества от нации тем что она ведома одной идеей какой-то причем не военной идеи а гуманистической идеи все общество преследует понимает и продвигает и голосует за гуманистическую идею какую-то может быть и за страшную идею но мы видим например что отличие предположим от фашистской германии где общество полностью попала под идеи в россии наблюдается разброды шатания миллион приблизительно уехала за границу настроение у людей быстро меняется почему потому что у путина нет идеи этой войны понимаете вот и нет он каждые пять минут меняет эту идею соответственно как флюгер за ним и народ но дело в том что понимаете как это такая страна должно пройти очень много лет должны быть восстановлены демократические институты должна появиться нормальная позиция люди должны начать из чего-то выбирать они непривычны выбирать должны работать и работать институты судебная власть государственная дума должна стать государственной думой должна появиться оппозиция это оппозиция должна нещадно уничтожать власть должны появиться независимые средства массовой информации вот с этого начинается начинается не с граждан а начинается с момента когда гражданам предоставляется вдруг возможность потренировать мозги есть а и есть б есть например путин один и путин два мне дает даже путин и нарышкин вот надо выбрать и человек мучительно начинает думать боже да кого жизнь их выбрать лучше бы был путин но есть же еще и нарышкин неважно кто это условные фамилии вот с этого начинается взросление общества думаю ну лет 15-20 при нормальной власти и то что останется от российской федерации будет хорошей страной что вы можете сказать о феномене зеленского который сегодня одна из главных фигур мировой политики он двигает европейскую историю если не сказать спасает европу вместе с украинским народом и союзниками лично вас он удивил давайте так это не зеленский творит историю это украинский народ украинская армия творят историю зеленский легитимно выбранный президент который нашел себя в этой войне он стал знаете я иногда говорю такую фразу он стал пресс-секретарем этой войны понимаете он стал он ведь верховный главнокомандующий но он не мешает воевать за лужин он занимает очень четко свое место он фронтмен украины первый среди равных но не первый он первый среди равных поэтому я бы сказал так одну из премий я не помню какую дали зеленскому и украинскому народу вот одна из последних премий поэтому вот это сочетание зеленский и украинский народ это нужно произносить слитно я не готов выделять зеленского например выше заложного я не готов выделять зеленского например ставить его перед иностранных дел украины я не готов ставить то есть понимаете это то вот как черчилль ну правда зеленский еще не написал книги которые написал черчилль но наверное напишет перчилль был философом жизни он был фронтменом который объяснял уговаривал вел двигал но воевала британия поэтому давайте не заниматься я бы сказал возвеличиванием и натиранием любого человека если сейчас например зеленский который еще раз повторяю четко на своем месте и он не лезет в дела которые ему не надо лезть если он например уйдет украина останется потому что останутся вооруженные силы украины это не значит что я принижаю его его значение еще раз он легитимный президент и он на своем месте но в украине не пропала политика и не исчезли вопросы к власти все это будет задаваться и исследоваться после войны а сейчас грандиозное событие очень важное первый визит зеленского соединенные штаты америки я думаю что кроме подарков владимиру путину на новый год о чем мы с вами увидим как она горит и взрывается и что еще будет гореть и взрываться это тоже интересно а байден что-нибудь подарит зеленскому а это обозначает что он подарит кто-то украине и вот это мы все ожидаем с огромным трепетом это очень важный визит матвей спасибо вам за ваши комментарии моим собеседником был киевский политический публицист матвей гонопольский за последние три месяца в россии закрылась каждое десятое кафе это данные сервиса автоматизации кафе ресторанов аркипер это может быть связано как с ошибками предпринимателей выборе локации или управления так и новыми условиями в логистике поставок связанными с войной и санкциями с января по ноябрь цены выросли более чем на 11 процентов подсчитал росстат как общепит приспосабливается к новым условиям и что стало с индексом оливье выяснял мой коллега иван воронин на ресторанном рынке признаки серьезного кризиса делает выводы издания коммерсант осенью число закрытий выросло на четверть в сравнении с прошлым годом а закрылась в итоге каждое десятое кафе больше всего это коснулось пиццерий суши баров и пекарен темпы открытий резко упали у стритфуда баров и рюмошных возможных причин масса от ошибок с выбором локации и несговорчивостью арендодателя до проблем с логистикой поставок из-за войны и санкций и экономии клиентов пожалуй потребительский спад фактор ключевой причем дело не только в экономии считает ресторатор дмитрий левицкий москва конечно особенно сентябрьскую мобилизацию ощутила такой как нокаут достаточно серьезный кто-то сильнее пострадал кто-то меньше пострадал и вопрос отъезда и гостей отъезда сотрудников и в целом эмоционального фона на котором все это происходило москва оперативнее реагирует на изменения на рынке рассказывает дмитрий левицкий если в регионах ситуация стабильнее то еще одну волну закрытий заведений в столице можно ждать после праздников ведь многие решили дотянуть до самого жирного времени и уже потом принимать решение о закрытии еще на прошлой неделе премиальный сегмент отчитался о почти стопроцентной брони на новогоднюю ночь сообщал рбк но об открытии в москве масштабных проектов в этом году речь уже давно не идет рассуждает дмитрий левицкий потому и ставка на локальные бары бургерные или рюмошные мы летом запустили там три новых проекта они раз получились там открытия август сентябрь как раз вот тот момент когда нужно было их раскачивать случились эти мобилизационные новости которые конечно все планы сбили но могу сказать по ощущению что ну вот они прям ну не то что тяжело идут но не так легко как их собрать и как это было раньше приходится действительно прям вот по одному гостю собирать и прям вот очень 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 непросто они там завоевывают свою аудиторию аудитории становится меньше просто меньше становится аудитории делят ее на очень тонк на очень много частей очень много заведений но сильнейшие выживут слабейшие уйдут за счет того что слабейшие уйдут сильнейшие получат дополнительных гостей ударяться в крупные инвестиции пока слишком непредсказуемо на этом фоне наметился тренд на открытие заведений там куда и поехали потенциальные клиенты ереван алматы и даже дубай дмитрий левицкий связывает это как с разделением инвестиций так и с отъездом конкретных рестораторов так называемое перераспределение трат потребителей это когда не только есть потребители но и когда есть что тратить в первом полугодии россияне стали чаще красть алкоголь колбасы мясо сливочное масло и сладости выяснила издание верстка сравнив число судебных актов по мелким хищениям с прошлым годом она выросла на 17 процентов четверть россиян стала больше экономить на еде с марта выяснил в конце ноября в циом в черную пятницу в россии потратили более 13 миллиардов рублей но ставка сделана на одежду и сезонную обувь спрос на электронику наоборот упал поговорим о боливье его индекс уже несколько лет высчитывают на уровне ростата и в целом по стране и по отдельным регионам пытаясь создать представление о реальной продовольственной инфляции потраченная на ингредиенты сумма сравнивается с такой же в прошлом году ростат утверждает что с января по ноябрь цены выросли на 11 процентов рост индекса оливье по стране оценивается 8 с половиной процентов берем список ингредиентов и пытаемся вложиться в бюджет по данным ростата 480 рублей на семейный салатик картошка морковь зеленый горошек маринованные огурцы яйца вареная колбаса и майонез если приноровиться и цеплять только продукты по акции получается 490 рублей провал а если в суете при домогодних дней выхватывать товары с желтыми ценниками нет ни времени ни сил 576 рублей это уже на 20 процентов больше чем закладывалось в среднем по стране а если брать данные не росстата а сервиса чек индекс оператора фискальных данных платформа офд по прошлому году то получается тот же рост почти на 20 процентов повторюсь в сравнении с прошлым годом справедливости ради и москва по региональному индексу оливье в топ-5 по дороговизне и магазин не самый дешевый хорошо еще один эксперимент в этом же магазине феврале прямо перед войной мы сравнивали цены за 10 лет снова смотрим цены на кукурузу яйца майонез макароны макфа и лапшу быстрого приготовления если на первых трех пунктах можно ловко играть на акциях и брендах временами уступая качеству и объему упаковки то макароны и лапша уверенно так подорожали от 12 до 40 процентов по конкретным наименованием о том как война в украине бьет по кошельку российского обывателя я поговорил с экономистом владиславом жуковский владислав здравствуйте остро ли чувствует сегодня российский обыватель как война меняет его быт по данным официальной статистики у нас примерно на три с половиной процента упали реально располагаемые доходы в третьем квартале текущего года при том что они падают 14 года даже до начала военно-политической спецоперации назовем это тогда чтобы соблюдать закон не попасть под веки дискредитации значит даже до 23 24 февраля текущего года уже 8 лет уровень жизни в россии падал и он упал более чем на 10 с половиной процентов с 14 года ушел ниже 2009 года сейчас продолжается падение конечно там президент правительство спитер госдумы володин там матвиенко в софете не говорят что да что вы нас растут доходы у нас вон там насчет зарплаты в номинальном выражении выросли на 12 процентов пенсию подняли на 12 половины якобы в номинале у нас вообще кризиса нету но даже они вынуждены признать что с учетом роста цен с очисткой уровень жизни упал что происходит на продовольственном рынке рост цен на все практически товары и услуги без исключения то есть там условно говоря продовольствие в моменте дорожало официально на 23 24 процента в марте апреле месяце сейчас продуктовая инфляция там ниже 15 процентов но все кто ходит в магазины понимают что реально люди просто зубы на полку достают потому что все стало дороже на 30 40 50 процентов плюсом и овощи и фрукты и рыба и мясо и там яйцо и молоко и все что угодно да особенно то на в чем есть импортная компонента либо производится на из импортных там их то значит полуфабрикатов на импортном оборудовании станках и всем остальном вот медикаменты таблетки одежда техника электроника все это подорожало от 30 процентов плюсом поэтому нужно понимать что официальная красивая инфляция которая по заявлениям президента якобы затухает с марта месяца и у нас тут помесячно вообще дефляция была в июне в июле в августе в сентябре конечно все это сказки конечно инфляция не 12 с половиной процентов реально умножать и на 2 на 3 вот и в этом плане конечно люди беднеют и ростат фиксирует что примерно 17 миллионов 200 тысяч россиян сегодня находится за чертой бедности с доходами низшей границы бедности ниже 13 тысяч 800 рублей вот но реально масштабы конечно больше я думаю что мы с вами не соврем сказав что половина населения страны являются бедными и нищими владислав кремлевские экономисты в том числе и сам путин признают падение промышленности произошло и эта цифра колеблется от трех до четырех процентов в то же время власть пытается проводить параллели в европе падение ввп еще больше от 8 процентов и выше как вам такое жонглирование цифрами ну смотрите на самом деле мы сейчас обсудим жонглирование цифрами но самая главная подтасовка она происходит на уровне самого тезиса на самом деле посмотрите статистику за третий квартал в крупнейших экономиках мира будь то штаты будь то великобритания будь то германия франция страны группы g7 g20 нету спада экономики рост полтора два местами три четыре процента то есть там китайская экономика из-за там вьетнам малайзия индонезия на ростом 4 5 процентов да там индия в плюсе от 5 процентов больше на 5 6 процентов да то есть даже в германии во франции британии и в штатах где казалось бы как пропаганда рассказывает что значит там они все замерзают без газа без нефти цены на электроэнергию в разы спада экономики формально нет до сих пор да там более высокая безработица и она реально выше чем в россии может быть враги там россии власти рапортует обезработицы в 3,8 процента экономически активного населения но например там в европе это может быть и 9 10 там и 12 процентов там в штатах она может быть выше да но нужно понимать что методики почти то разные власть для пополнения бюджета из-за войны уже залезла в карман потребителю через банки валютные вклады зарегулированы искусственным курса доллара и евро ты можешь снять рубли но по невыгодному курсу и теряешь большие деньги это называется фискальный грабеж вопрос не заморозит ли власть на все сто процентов все частные средства чтобы пополнить дефицитный бюджет уже в следующем году но смотрите деньги забрали возвращать точно не собирается то есть у нас в этом году дефицит бюджета уже четыре триллиона рублей не полтора не два на сайте минфина и цифра что четыре триллиона рублей будет драк бюджете до конца этого года в следующем году три триллиона реально будет больше поэтому вы правы что и через повышение налогов акцизов коммуналки цен жкх всего остального там электроэнергии будут конечно роману залезать вот плюс конечно сбережение населения то есть по большому счету произошла такая конфискация скрытая в скрытой форме валютных сбережений у вас они формально есть но обменять их можете по крайне выгодному курсу вот причем снять можете там не больше десяти тысяч долларов и то есть ли в банке в кассе банка будет валюта поэтому не удивительно что россияне вывели страны больше 37 миллиардов долларов сначала пресловутой военно-политической операции в другие страны на валютные счета пытаются там их снять поэтому уже у россиян за рубежом валютные депозиты больше чем валюты вкладываем этой страны они уже превысили поэтому инструментов залезания в караману населения очень много и и в том числе как вы сказали через вот эти вот валютные вклады но это далеко не самый главный инструмент но один из них точно и конечно девальвация рубля который сейчас идет вот мы видим что рубль упал на практически там 18 процентов моменте там за месяц за три недели 61 до 73 рублей за доллар сейчас немножко откатился это все тоже приведет к разгону инфляции к росту цен к росту бедности но таким образом власти пытаются наполнить бюджет и так что мне делать чтобы избежать конфискации средств стоит ли обналичивать свои деньги с накопительного счета или лучше потратить на орг или бытовую технику как это обычно происходит в кризисные периоды мы начинаем покупать холодильники микроволновые печи тостеры и так далее чтобы не пропали свои кровные вы хорошо воспроизвели модель поведения матрицу 2014 16 20 и начало 2022 года то есть традиционно когда начинается шоковая девальвация падения рубля к доллару когда значит происходит какая-то военно-политическая заварушка и там какой бы как как ее там не называй да в рамках административного уголовного кодекса то действительно люди первым делом понимая что их рубли превращаются в резаную бумагу фантики правильная модель была что-то купить либо товар длительного пользования которые вам необходимы будь то бытовая техника электроника автомобиль если вы можете себе позволить там не знаю на что-то еще либо купить квадратный метр недвижимости потому что все таки недвижимость на долгосрочном периоде цикле при допущении что экономика будет расти хотя бы в номинале действительно недвижимость квадратный метр обгонял инфляцию это вот последние 10 лет я всегда так было не а вот либо покупать валюту сейчас валюту купить тяжеловато можно зайти валюту через крипту но здесь тоже есть определенные риски даже если это так называемый стейбл коины привязаны к американскому доллару условно говоря они конь биткойн который упал там четыре раза вот и либо соответственно вот либо 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 вот он не успел тот потом шел покупал там бытовую технику электронику там телевизоры и все остальное вот потом увидел как их покупая в прокпотом люди продавали там на вид и назвали на вид а вот но сейчас я думаю что действительно модель поведения следующая понимая что курс рубля искусственно завышен курс не биржевой курс искусственный административно регулируемый центробанком правительством и то что его будет опускать я думаю что примерно к 80 рублям за доллар на горизонте ближайших там нескольких месяцев что просто бюджете дыру как-то сократить и поддержать экспортеров там нефти газа и металлов на вот то действительно надо понимать что все импортные товары подорожают поэтому если вы если вам необходимо приобрести значит там бытовую технику электронику возможно телевизоры стиральную машину либо холодильник либо даже автомобили бутин запчасти к автомобилю а то лучше это сделать вот на горизонте ближайших недель потому что я думаю что курс будет сильно двигаться власти будет его переставлять он сегодня абсолютно неадекватен экономической ситуации и политическим и военно политическим реалиям и соответственно значит сейчас имеет смысл над этим задуматься недвижимость наоборот пока не покупать потому что я думаю что недвижимости после роста цен на 40 процентов за два года мы сейчас увидим его снижение вот оно уже произошло процентов на 15-17 я думаю что мы еще увидим дальнейшее падение квадратного метра просто потому что там безумнейший пузырь который держался на льготной ипотеке значит и на парковке денег инвесторами частными я думаю что тут еще спад и кризис впереди о том зачем путин приехал в минск лукашенко и что происходит с российской гражданской авиации мы поговорим после обзора главных событий этой недели не отключайтесь ставьте лайки прямо сейчас вы нам поможете расширить аудиторию президент россии владимир путин впервые за три года посетил беларусь поездка в минск состоялась 19 декабря по версии американского института изучения войны российский лидер прилетел уговаривать александра лукашенко вступить войну против украины подразумевается наступление на север страны или киев зимой 2023 года в кремле эти сообщения назвали безосновательной выдумкой во встрече в минске также участвовали министры обороны и иностранных дел беларуси и россии визит путина проходил на фоне учений совместной группировки войск в беларуси ее частичной переброски границы с украиной при этом лукашенко и путин заявили прессе что договаривались об экономической интеграции совместной обороне и безопасности речь об аннексии беларуси якобы не ведется у россии нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать просто нет целесообразности мы в состоянии в одиночку без россии защитить свою независимость и суверенитет не в состоянии и в трудную минуту он не отказал мы идем навстречу российской федерации самую трудную минуту ну вы знаете мы вдвоем со агрессоры самые вредные токсичные люди на этой планете министр обороны россии сергей шойгу предложил увеличить призывной возраст по его задумке россияне должны отслужить год военной службы в возрасте от 21 года до 30 лет сейчас возраст призывников от 18 до 27 лет министр обещает проводить изменения постепенно шойгу также предлагает отказаться от трехмесячного периода для перехода со срочной на контрактную службу то есть в будущем подписать контракт можно будет с первого дня пребывания в армии обо всем этом шойгу объявил на коллегии минобороны россии при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года а предельно повысить до 30 лет обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу украинский президент владимир зеленский 21 декабря посетил вашингтон официально это его первая зарубежная поездка сначала полномасштабного вторжения россии в украину зеленский провел двустороннюю встречу с президентом сша джо байденом и выступил перед американским конгрессом его выступления в парламенте несколько раз прерывали аплодисменты конгрессменов зеленский благодарил власти сша за финансовую и военную помощь и просила новых вооружениях украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас я заверяю вас что украинские солдаты могут превосходно управлять американскими танками и самолетами самостоятельно после встречи президент сша сказал что зеленский готов пойти на справедливый мир а у путина нет намерения заканчивать войну байден объявил о новом пакете военной помощи украине в 1 миллиард восемьсот пятьдесят миллионов долларов в него вошел зенитный ракетный комплекс патриот комментируя визит зеленского в сша в кремле заявили что там не прозвучало слов которые бы говорили о готовности прислушаться к беспокоенностям россии фильм о главном российском оппозиционере попал в шорт-лист оскара картина навальный канадского режиссера дэниэла роэра претендует на премию в категории лучший полнометражный документальный фильм премьера ленты состоялась в январе 2022 года южа показали на телеканалах cnn bbc 2 и стриминговом сервисе hbo max картина навальный рассказывает об утравлении политика ядом новичок его лечение и реабилитации в германии а также о расследовании отравления и об аресте оппозиционера по возвращении в москву списке претендентов на оскар 15 полнометражных документальных фильмов еще одна картина о россиянке анастасии шевченко также попала в шорт-лист оскара но уже в номинации лучший короткометражный документальный фильм лента под названием анастасия режиссера сары маккарти о судьбе ростовской активистки открытой россии женщина стала первой осужденной по статье о нежелательных организациях впоследствии ей присудили реальный срок три года колонии церемония награждения оскар назначена на 12 марта следующего года девятнадцатого декабря президент россии владимир путин прилетел в минск для переговоров с александром лукашенко диктаторы встречаются очень часто но в самой беларуси российский президент не был уже три года именно это обстоятельство вызывает у многих вопрос они собирается ли путин принудить белорусского диктатора к непосредственному участию в войне против украины об этом я поговорил с белорусским оппозиционным политиком павлом латушка павел здравствуйте путин прилетел к лукашенко в минск впервые за три года зачем главная тема это военно-политическая то что мы с вами видели информационную операцию информационно-пропагандистскую операцию это было прикрытие обсуждение ключевых вопросов дальнейшей военно-политической стратегии тактики вовлечения плацдарма беларусь в интересах кремля в войне против украины мы услышали с вами вернее увидели первый кадр в аэропорту помните красная дорожка спускается по трупу путин по трапу прошу прощения путин и ему вручает цветы лукашенко и вопрос после этого путин декларирует что беларуси откладываются долги до 2028 года беларусь получает инвестиционную программу в и так называемое импортозамещение полтора миллиарда долларов беларусь получает стоимость газа пока она не озвучена но по заявлениям министра энергетики лукашенко они ожидают стоимость в размере 60 80 долларов до 1000 кубометров согласись это очень привлекательная цена россия профинансирует строительство третьего энергоблока белорусской атомной электростанции при том что первые два построены за российские деньги в размере 10 миллиардов лукашенко не стал еще не начал даже платить соответственно это очередная инвестиция и почему лукашенко был такой довольный потому что открывается полностью рынок российской федерации павел какова политическая составляющая такого солидного капиталовложения в экономику беларуси скажите готов ли был бы путин заплатить миллиарды миллиарды если может быть не 10 не более того за букет цветов в аэропорту давайте будем реалистами он заплатил за конкретные политические согласия со стороны лукашенко поэтому тезис о том что лукашенко лавирует петляет который сейчас пытаются продать многие политологи которые с удовольствием покупают ноги западные политики он в корне неверный лукашенко действительно лавирует я соглашусь но он лавирует между путиным и путиным как получить больше от путина ресурсов для того чтобы поддержать стратегические цели кремля касается ли эти договоренности военных сфер военно-политическая тема была безусловно и она также озвучена была публично это вопрос ядерного тактического оружия мы об этом говорили уже более полугода тому назад и предупреждали наших партнеров и в берлине и в париже и в лондоне и в вашингтоне что это произойдет и уже сейчас мы понимаем что подготовленные истребители су-25 для несения боезарядов ядерных боезарядов уже проходят обучение пилоты а я убежден что они уже прошли обучение белорусские пилоты на эти истребители также искандеры как объявил тот же не а путин и лукашенко приступили или стали на боевое дежурство на территории беларуси также как комплекс с-400 а искандеры это оружие двойного назначения там также может быть размещены тактическая ядерная бомбы также по нашим сведениям офицеры ракетных войск беларуси посещали российские воинские части и где изучали вопросы логистики хранения доставки ядерных тактических вооружений на территории беларуси а что осталось вне паблика наши инсайды говорят о том что главная тема была открыть вновь границу для российских вооруженных сил для наступления севера в украину и это согласие страны лукашенко было дано второй вопрос это участие вооруженных сил беларуси давайте будем откровенны это опять ошибочный тезис сегодня лукашенко не заинтересован чтобы вооруженные силы беларуси пошли в украину это факт но в этом также не заинтересован путин объясню почему если сегодня направить вооруженные силы беларуси в украину они получат в лоб. Будут жертвы, будут похороны на территории Беларуси. И это создает триггер внутри Беларуси. Зачем Путину еще одна проблема в Беларуси с Лукашенко, которого нужно будет дополнительно удерживать, поддерживать, чтобы сохранить его власть. Поэтому здесь интересы и Кремля, и Лукашенко совпадают. Возможно, участие вооруженных сил в Беларуси обсуждалось, но речь скорее может идти, по нашим сведениям, об использовании вторым эшелоном. То бишь, мы понимаем, когда формируется военные подразделения, военный контингент. Условно говоря, 30% идет в первой линии, это будут российские вооруженные силы, а уже основная группа, это группа поддержки, будет состоять также из военнослужащих Республики Беларусь. На мой взгляд, именно этот сценарий наиболее вероятный. Возможно ли наступление уже вглубь Украины? Я скорее считаю на сегодняшний день, что нет. Мы можем, наверное, говорить о провокациях, о каких-то конфликтах без глубокой попытки глубокого вхождения на территорию Украины. Для чего? Потому что цель сегодняшняя и задача для Лукашенко это создавать угрозу применения силы в отношении Украины. Этот конфликт на границе, это опять же применение силы для того, чтобы стянуть максимальное количество ВСУ на границу и чтобы они не могли быть задействованы на Донбассе. Вот об этом и шла речь, я думаю, в ходе переговоров. Скажите, насколько Москва глубоко вошла в финансовую и экономическую структуру Минска, что это уже можно назвать поглощением одной страны другой? Сегодня Кремлю достаточно одного нажатия кнопки и вся экономика Беларуси сложится как домик. Сегодня, по нашим инсайдам, Министерство финансов фактически живет за счет российского бюджета. Как я говорил, программа импортозамещения это вливание средств в развитие военно-промышленного комплекса Беларуси, это энергетическая сфера 60-80 долларов за тысячу кубометров, о чем договорились практически, я думаю, это будет озвучена цена Лукашенко и Путин в Минске на три года. Это уникальная по европейским меркам стоимость газа за тысячу кубометров. Это атомная электростанция, 10 миллиардов долларов инвестиций, которые не отдает Лукашенко. И обещание построить третий энергоблок атомной электростанции опять же за российские деньги, перенос всех долговых обязательств на 2028 год. Лукашенко полностью зависит от Кремля, и он будет выполнять то, что необходимо Кремлю. Поэтому политика или утверждение, что санкции, давление на Лукашенко могут его спровоцировать каким-то действием, абсолютно несостоятельны. Он будет выполнять то, что нужно Путинам. Неожиданная смерть бывшего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Это уже история или вопросы остаются? Я думаю, что в любом случае эта история ушла в прошлое. Она не оказала влияния, как мы видим, ни на какие процессы. Я не считаю, что это был какой-то сигнал Лукашенко. Зная Макея лично, более 20 лет, и зная его психологическое состояние в последнее время, я считаю, все-таки придерживаясь версии, что это было связано с его очень серьезными переживаниями, с низведением его до нуля. Бывший глава администрации, первый помощник Лукашенко, человек-денщик, приближенный к телу, который боготворил своего шефа, босса, он оказался не у дел. Политика внешняя прекратила существовать, она была полностью растерзана и развалена. И перспектива была, и мы знали об этом, за два месяца, что он будет смещен с должности министра иностранных дел. Кстати, в ходе форума ОБСЕ. Ранее Лукашенко трех министров ОБСЕ снимал на форуме ОБСЕ. И вот за день до поездки он умирает. Это психологическая травма. Возможно ли здесь какие-то сценарии внешне? Да, источники говорят, что возможно, это был определенный посыл, связанный со спецслужбами, что из МИДа Беларуси идет утечка информации на Запад, попытки налаживания диалога, хотя они настолько призрачные, а не системные, то переоценивать я бы их не стал. Так что этот фактор может иметь место, но я на это бы отдал буквально несколько процентов. На чем улететь из России? Больше половины всех пассажирских самолетов арендованы у международных компаний. Это данные Минтранса. После вторжения в Украину многие международные перевозчики в России больше не работают, а те, кто сдавал компаниям самолеты в аренду, требуют эти борты вернуть. Россия решила оставить самолеты себе, но их нужно как-то чинить и обслуживать, а запчасти больше не продают. Так называемые дружеские страны вроде как должны помочь, но пока перепродавать западные запчасти согласился только Иран. Чтобы было на чем летать, часть самолетов приходится разбирать, а свои самолеты пока собирать не получается. Даже после того, как государство тратит все больше и больше денег на авиацию. На чем летают российские туристы, и сколько это стоит, разбирался Артем Радыгин. 2011 год. Выставка самолетов в Жуковском. Путин смотрит на долгожданный гражданский самолет от Ростеха «Сухой Суперджет-100». Знал ли Путин, что через 10 лет этот полуроссийский, полуфранцузский самолет станет чуть ли не единственной возможностью российских авиакомпаний летать за границу. В 2024 году Ростех планирует выпустить аж два полностью импортозамещенных самолета «Сухой Суперджет-Нью». Для сравнения, американская корпорация «Боинг» в год выпускает 400 разных самолетов. Пока для полного импортозамещения нового «Сухого Суперджета», кроме иностранных слов в названии, в самолете нужно заменить 27 иностранных систем. Одна из них – двигатель. Ростех сообщает, что в России уже собрали три образца. Арендованные иностранные самолеты за границей могут арестовать. Россия должна была вернуть их владельцам еще в марте этого года, когда против России ввели санкции за вторжение в Украину. Но Путин разрешил российским компаниям забрать чужие самолеты себе. Теперь без угрозы ареста вылететь из России можно только на самолетах собственного производства и на тех самолетах, которые Россия купила, а не присвоила. Самолеты нужно регулярно чинить. Без ремонта не будет сертификата безопасности. Россия разрешила себе эти сертификаты просто продлевать. Но не все страны такие документы принимают. Летать на непонятно как отремонтированных самолетах опасно. А в России, поскольку официально запчасти для иностранных самолетов больше не завозят, Минтранс разрешил чинить Боинги и Аэрбасы бэушными запчастями либо репликами. Международные нормы безопасности так делать не разрешают. Нельзя просто взять винт из магазина товаров для дома и использовать его в самолете. Даже если подойдет размер, каждый винтик должен быть проверен оригинальным поставщиком. Все запчасти тестируются в экстремальных условиях. Когда мы летаем на высокой скорости и высоте, безопасность достигается тем, что все системы работают вместе. За сто лет наша индустрия сделала полеты безопаснее. И важная часть этого — уверенность, что в самолете нет ни одной непроверенной или неоригинальной детали. Многие иностранные авиакомпании за российскими туристами больше не прилетают. Аэрбалтик после санкций Евросоюза одна из первых ушла с российского рынка. С 27 февраля российские самолеты облетают Евросоюз, а европейские — Россию. Летать через Россию было бы дешевле, но опаснее. Есть опасения за безопасность. Там ведь идет война. Россия воюет с другой страной. Ваш самолет могут принудительно посадить. Мы такое уже видели в Минске, когда самолет «Районер» заставили приземлиться. И это серьезный удар по авиационной безопасности. Поэтому авиакомпании из стран, которые ввели санкции против России, над Россией не полетят. Дольше лететь — значит больше платить за билет. Это правило работает во всем мире. Но в России перелеты, по крайней мере внутренние, стоят чуть ли не так же, как до войны. Российским компаниям приходится переплачивать за топливо и доставку запчастей через Иран. Но заплатили за это вы, даже если никуда не летите. За весь 2022 год чиновники, чтобы не пугать вас новыми ценами, подарили российским авиакомпаниям более 100 миллиардов рублей из ваших налогов. Годом ранее государство давало авиакомпаниям всего четверть от этой суммы. О том, как сотни Боингов и Аэрбасов из-за дефицита запчастей превращаются в металлолом, я поговорил с командиром экипажа Аэробуса А-320, пилотом Андреем Литвиновым. С запчастями вопрос не решен. Там как-то частично решается он. Какие-то каналы отладили, но это не на потоке это все. Дело в том, что решить проблему с запчастями не так просто. Занимается запчастями фирма General Electric, такая есть американская компания. Производитель запчастей требует конечного потребителя. То есть, когда стали вести переговоры даже с дружественными нам государствами, например, даже СНГ, Узбекистан, Танджикистан, Казахстан. То есть, те, кто теоретически мог бы нам помочь, наши дружественные страны. Но ведь, когда требуют конечного потребителя, там у них все занесено в базу данных и отслеживается каждая запчасть, каждый агрегат. Он имеет свой номер индивидуальный. И если, допустим, заказывается запчасть какая-то, какой-то авиакомпании, то увидев, производитель, если увидит, что запчасть попала на российский самолет, он может перекрыть доступ к запчастям уже той компании. А так как все эксплуатируют Боинги и Айрбасы, в основном по всему миру, то зачем той же, допустим, узбекской компании или казахской компании подставлять свои компании и самим остаться без запчастей, если они нам помогут? Это называется попасть под так называемые вторичные санкции, так? Да, вторичные санкции. Но это всегда, даже до санкций, даже до санкций всегда производитель требовал конечного потребителя. Кроме того, производитель требует вот этот агрегат, который сломался, вернуть ему обратно. То есть вы не можете, допустим, заказать какую-то запчасть и, например, выкинуть ее на помойку или списать ее там куда-то. Она обязательно должна вернуться производителю. Для чего это делается? Этот агрегат обследует. И возможно, что он поломался из-за того, что какой-то брак заводской. И надо, может быть, исправить вот именно технологию производства этого агрегата. Где-то наладить, например. Что-то сбилось, например. Ну, я сейчас теоретически говорю, как это. Если этот агрегат обследуется и все там хорошо, это не брак заводской, то тогда этот агрегат ремонтируют. И после ремонта его опять пускают в ход. Он уже становится как бы бэушный, но, тем не менее, он в рабочем состоянии. Вот для чего производитель требует вернуть ему бэушные поломанные агрегаты. Для того, чтобы обследовать раз, для того, чтобы отремонтировать при возможности два, и в-третьих, отследить конечного потребителя. Андрей, полгода назад вы говорили, что с одних самолетов снимаются запчасти и ставятся на другие, летающие. Так принято или это ситуация форс-мажор? Это так. Так как не могут наладить поставку запчастей, то приходится снимать с самолетов доноров и ставить на другой самолет. В принципе, производитель не запрещает этого делать. Это было всегда. Но, когда, допустим, какая-то, ну, стоит самолет в рейсе, вдруг там быстро что-то полетело, надо быстро поменять, берут с другого самолета, ставят, он улетел, там, все это быстро. А потом уже в рабочем порядке заказывается запчасти это и уже приходят там уже в спокойном режиме, это все меняется. Но когда поставок нет, а запчасти только снимаются, то, естественно, тот самолет, с которого запчасть была снята, он, естественно, уже в нерабочем состоянии, и, естественно, самолет останавливается. Получается, в российских ангарах стоят десятки, если не сотни, самолетов-инвалидов, которые уже не могут эксплуатироваться. А это миллиарды долларов, теперь уже металлолома. Ну, если с самолета снят какой-то агрегат, он, естественно, лететь не может. Когда авиационные власти говорят, что, вы знаете, нам вот этих импортных самолетов хватит, ну, я слышал такую цифру, 5-7 лет, а потом, значит, будем думать, что делать, в общем, пока вот так вот. Я не знаю, как они вывели эту цифру, как они ее посчитали. Это вот совершенно не зависит от того, самолет новый или не новый. Вы можете выехать на новом автомобиле из салона, и впереди идущий КАМАЗ отскочит камешек, и вам лобовое стекло разобьет на абсолютно новой машине. И камешек не будет спрашивать, у вас новая машина, или уже 10 лет вы на ней ездите. Точно так же происходит самолет. Вот сейчас зима. Мы знаем прекрасно, как чистят наши полосы. Особенно в дальних аэропортах, где проблемы с техникой, где частые снегопады, где чистят отвратительно полосы, и где сами полосы отвратить. Это значит, отскочил кусок льда в двигатель, например, при посадке или на взлете, погнул лопатки, и лед тоже не спрашивает, на новом вы самолете взлетаете, или ему уже 10 или 15 лет. В России 9 тысяч пилотов. За полгода тысячи из них лишились работы, пишет издание «Инсайдер». Какова судьба этих летчиков? Ну, кто куда разбежались. Кто ушел? Таксисты. Кто на пенсию. Кто ушел просто работать куда-то, стали искать себе там, может, бизнесе в каком-то. Ну, кто где смог устроиться. Ведь летчик, он должен летать, иначе у него заканчиваются все допуски. Мы же постоянно должны находиться вот в готовности. То есть у нас должны быть пройдены тренажеры. У нас должны быть сданы все зачеты. У нас должна быть пройдена медицинская комиссия. У нас должны быть пройдены аварийно-спасательные тренажеры. То есть это ничего не должно быть просрочено. У нас должен быть английский уровень, английского, не просрочен. То есть и так далее, и так далее. Поэтому как только летчик перестает летать, у него начинает сыпаться это все. И, естественно, через полгода все у него заканчивается. Подтверждения классификации нету. Все, уже тренажер просрочен. Допуска уже нету. Зачеты, он уже просроченный. Все. То есть если летчик остановился на полгода, на год, это значит, надо заново все это сдавать, пересдавать и опять входить в колею. После запретов полетов российских авиаперевозчиков в Европу и США лизинговые компании пытались отозвать свои самолеты. Но Путин дал команду ничего не возвращать владельцам. И теперь эти сотни боингов, аэрбасов и эмбрайеров это собственность России. Это было правильное решение? Вы знаете, я вообще всегда против воровства. В каком бы виде оно не было. И то, что мы присвоили чужую собственность, это об этом даже в своем интервью сказал министр транспорта Савельев. Он сказал, что мы присвоили чужую собственность. Вот он назвал вещи своими именами. Я с ним абсолютно согласен. Это так и есть. Но что было нам делать? Вот с точки зрения в этой ситуации, с точки зрения правительства, президента. Но, наверное, не начинать это все. Я так думаю. Мое мнение. Что касается авиации, это лишь следствие всего того, чего мы начали. А раз это следствие, то, естественно, одна проблема тащит вторую проблему. Вторая проблема тащит третью. И так по цепочке. Чтобы не остаться совсем без самолетов, нужно что сделать? Нужно их цап царапнуть. Поставить их на учет, сделать регистрацию российской и продолжать летать. Но ведь это только, знаете, как вот... Это взгляд на один шаг вперед. А стоит ли взглянуть на эту проблему на два шага вперед? И мы понимаем, что вот этот шаг, он привел только к временному затишью, к временному решению проблемы и выхода из той ситуации, которая сложилась на тот момент. Ну хорошо, а дальше что? А дальше пока никто не знает. То есть мы сейчас, гражданская авиация России, оказалась в такой ситуации, в которой никогда и никто не оказывался в мире. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.